Бисмиллахи ррахмани ррахим, альхамду лиллах, ассалату ассаламу аля Расулиллах и аля алихи и асхабих аджма'ин амма ба'ад. Начнем грамматический разбор айта «джаза-у-ву-вифақа» «воздаянием соответственным», «воздаянием подобающим», то есть «джу-зу» им будет воздано «воздаянием соответственным», «джу-зу», «джаза-у-ву-вифақа». «джазан» — это мафуулин мутлакун, это абсолютно мафуоль, мутлакун, то есть «свободно от ограничений», мутлакун мин лкьюди — «свободно от таких ограничений, как биги в мафууль биги, то есть прямое дополнение, от ограничений фиги, как в мафууль фиги, то есть обстоятельств времени или места и так далее. То есть мафуулин мутлакун — это имя в винительном падеже в состоянии анасп, обозначающее тот же смысл и значение, что и его глагол, и усиливающий смысл своего глагола, если его фактор — это глагол, это раз, или указывающий на вид действия — это два, или же указывающий на количество действия — это три, на одно из этих трёх значений. Таким образом можно понять, что мафулин мутлакун бывает трёх видов. Здесь уместно будет сказать, что мафулин мутлакун всегда бывает мастером от глагольным именем, именем действия или его замены. Поэтому его и называют абсолютным мастером, хотя следует понимать, что под этим термином следует понимать то, что мы разъяснили. Отметим, что слово «джазан» в данном айте относится к виду мафулин мутлак — абсолютного мастера, который усиливает смысл своего амеля, своего фактора, глагола в данном случае, который и поставил его в состояние насп, в винительном падеже. И смысл айта в этом случае будет таким. «джузу джазан» — им будет воздано. Или можно сказать «юджа зоуна», сауфа юджа зоуна джазан — им будет воздано воздаянием. Как мы видим, имя джазан воздаянием указывает на тот же смысл, что и глагол джузу, то есть им будет воздано. То есть вроде бы ничего нового, однако такой метод речи, оборот речи в арабском языке указывает на усиление смысла и значения предшествующего амеля, предшествующего фактора, в данном случае скрытого, удаленного глагола «джузу» или «юджа зоуна», то есть им будет воздано. Значит, джузу — это форма глагола прощадчивого времени. Но здесь возникает вопрос, почему здесь использован глагол прощадчивого времени? Почему мы сказали, что здесь подразумевается глагол прощадчивого времени, который указывает на то, что действие уже свершилось, в то время как их наказание в огне должно произойти в будущем? На этом мы скажем, что это тоже один из методов арабской речи, когда вместо глагола «будущего времени» используется глагол прощадчивого времени, дабы указать на то, что описываемое действие, явление непременно свершится и произойдет, и в нем нет сомнения, так же, как нет сомнения в действии, которое уже свершилось и произошло. Значит, замена этого глагола на глагол прощадчивого времени указывает на истинность и несомненность свершения действия, о котором идет речь. Такое явление очень распространено в Коране. Так в Коране мы читаем, «Ону фихофисури» — «и подуют в рог». Дословный перевод «и подули в рог», то есть это уже свершилось. И здесь мы видим, что на действие, которое еще не произошло, а должно произойти в Судный день, на это действие указывает глагол прощадчивого времени, что указывает на неотвратимость этого явления или этого действия, что оно непременно произойдет. В другом месте, в другом айте во «нуфихофиссури» «фасайка манфиссамавати в манфил арды» «Подуют в рог, и тогда умрут кто на небесах, те, кто на небесах, те, кто на земле». Если перевести дословно, то «подули в рог» и «умерли все кто» и т.д. Другой перевод «после описания воздаяния неверующих» Всевышний говорит «халь сувибаль куффару макану яфалун». Дословный перевод «воздалось ли неверным за то, что они творили» Но имеется в виду «разве неверующим не будет воздано за то, что они совершали» Значит, джазан – это мафулин мутлахун, свободно от ограничения мафулин, усиливающий смысл своего глагола, являющегося его амином, т.е. воздействующим на него фактором. джузу джазан – поставлен этим скрытым глаголом в состоянии аннасп. Про джузу мы кратко скажем, что это фиулин мадуин – глагол прощадчивого времени, глагол страдательного залога, и его фа'ль вау, т.е. заменяющий его фа'ль местомение вау. Дальше, вальфи'ули маа наиби фа'ли, глагол джузи и его наибуль фа'ль местомение вау – все это глагольное предложение, истийна фиятан, т.е. это новое, возобновляемое предложение. ла махалла лахаминал-ираби – не иметь места в падеже. Это один из вариантов разбора. Дальше, вайфа'кан – это наат или сифатун для слова джазан, т.е. воздаянием. Каким? Воздаянием соответственным. вайфа'кан, т.е. соответственным. Здесь у нас мастер вайфа'кан по форме фа'ален употреблен в значении исмуфа'ля, т.е. причастие действительного залога. муафи'кан – иными словами имени, которые указывают на действующее лицо данного действия. Дословно, вайфа'кан переводится как соответствие. Если воздаяние описано этим мастером и сказано воздаянием, соответствием, то это указывает на усиление этого смысла, что это воздаяние, несомненно, является соответствующим. А соответствующим оно является в том смысле, что так же, как нет греха больше, чем неверие и ширк, так же нет наказания больше, чем мучение в огне ада. Это тоже один из метов арабской речи, оборотов арабской речи, когда какое-либо лицо, предмет или явление описывают мастером, именем действия, глагольным именем. Например, когда хотят сказать про Мухаммада, что он очень справедливый, то вместо Мухаммадун Адлин, что переводится как Мухаммад справедливый, говорят Мухаммадун Адлин, то есть Мухаммад справедливость, то есть как будто он ходящая справедливость, его сущность состоит из этой справедливости. Несомненно, такой метод речи больше и лучше передает желаемый смысл, чем простое его описание справедливостью. Значит, слово Уйфаакун здесь у нас в значении Муафикун, то есть Джазайну Муафикан, воздаянием соответствующим, подобающим. Если мы сказали, что Уйфаакун — это Натун, определение, описание, то, как мы знаем, Натун Мансуби Мансубан Мислю. Нат, описание, поставленное в состояние Насба имени, также будет в состоянии Насба, в винительном падеже. На этом сегодня, الحمد لله, رب العالمين.